различные металлы. Однако до возможности эльфов им было очень и очень далеко. Ведь ни один из магов металла не способен наделять подконтрольные им вещи своим собственным разумом, чтобы в результате последние могли сражаться практически автономно. Естественно Джа уже слышал о способностях эльфов, но никогда прежде не видел каким образом они сражаются. Так что данная битва и в самом деле очень сильно заинтересовала его. После того, как культиватор и эльф прилетели арену, то совершили две разные церемонии приветствия, но кроме этого они практически не разговаривали. Затем Джа увидел, как эльф махнул рукой и перед ним появилась прозрачная человеческая фигура. По сути последняя состояла из воздуха и энергии, поэтому все, кто не мог чувствовать последнюю, никогда бы не заметили подобную аномалию. Джа же оказался практически полностью ошарашен всем происходящим. Он отлично чувствовал, что прозрачный человек начал яростно поглощать энергию вокруг него, и все это прекратилось лишь когда он достиг уровня обычного культиватора. Естественно глава клана Будда впервые увидел такую атаку. Это было очень и очень странно, поэтому Джа тут же начал с любопытством наблюдать за поединком. Он хотел увидеть насколько же силен этот прозрачный человек. Тем не менее техника боя культиватора также оказалась довольно странной и необычной. Все дело в том, что в качестве оружия он использовал набор нефритовых талисманов. В этом не было ничего особенного, но что ни говори, а девять камушков с пылающими символами, которые вращались вокруг культиватора, выглядели довольно необычно. Когда же битва началась, глава клана Будда понял, что прозрачный человек состоял из энергии, а не из энергии и воздуха. Просто он мог использовать все магические элементы, так сразу же после начала битвы он немедленно стал серебряно-металлическим. Что же касается культиватора, то похоже, что восемь маленьких талисманов представляли собой восемь видов энергии, небо и земля, ветер и гром, вода и вулкан, дерево и металл. Что же касается последнего талисмана, то он был намного больше, чем все остальные и по сути контролировал их. Таким образом культиватор сумел сформировать восьмигранный триграмм. Глядя на этого человека глава клана Будда прекрасно осознавал, что данный человек скорее всего является членом какой-то особенной и крайне необычной секты. Подобно секте мечников, Ван Цзянмань школа фу представляла собой особый вид боевого искусства в мире культиваторов. Как правило культиваторы пользовались клинками и другим стандартным оружием, однако это не значит, что никто не использовал нечто более экзотическое. Иными словами если членов секты Ван Цзянмань можно было назвать воинами, то в ученики школы фу маги. Как следует из названия, школа фу использовала в своих техниках различные символы. По сути это тот же аналог магических массивов мира машин. Естественно они также вели весьма различные исследования. Тем не менее, если маги мира машин рисовали магические круги прямо в воздухе при помощи своей ментальной энергии, то члены школы фу использовали заранее заготовленный набор символов и лишь располагали их в нужной последовательности. Тем временем жестокая борьба между двумя равными противниками все набирала и набирала обороты. Глядя на поединок глава клана Будда обнаружил, что эльф не управляет своим созданием, тот сражается совершенно самостоятельно. По сути этого прозрачного энергетического человека можно было считать высокоуровневым клинком, у которого имеется свой собственный дух. Благодаря этому открытию глава клана Будда довольно быстро понял, что эльфы довольно сложные и неприятные противники. Ведь они могут вызывать далеко не одно подобное создание. Так противник культиватора время от времени насылал на него еще и парочку каменных гигантов, из-за чего последнему приходилось тратить на них довольно дорогие расходники. Благодаря этой битве глава клана Будда начал понимать, что в царстве бессмертных нет более раздражающей расы чем эльфы. В битве с ними вы не должны расслабляться ни на секунду. Впрочем стиль битвы культиватора также был крайне необычен. В дополнение к главным символам он использовал и большое количество второстепенных, правда так как последние были записаны на бумажных талисманах, то после активации того или иного заклинания попросту сгорали. После того, как Джа увидел несколько атак человека из школы Фу, он начал намного лучше понимать почему они выбрали именно такой стиль боя. Используя стандартные заготовки они снижали разнообразие заклинаний, но тем самым значительно увеличивали скорость их формирования. Естественно для поддержания огромной мощи магических атак приходилось использовать довольно ценные ресурсы, но так как мир культиваторов был богат различными сокровищами, с тем, чтобы раздобыть новые материалы, никаких проблем не возникало. Более того через какое-то время глава клана Будда сумел заметить и определенную закономерность в действиях эльфа. Как оказалось, хотя все представители этой расы имели возможность взаимодействовать со всеми стихиями, существовала и определенная предрасположенность к тем или иным элементам. Поэтому как правило эльфы концентрировались лишь на тех стихиях, что были им ближе всего. Глава 1262. Джавес Суалинчин. Битва между эльфом и культиватором длилась довольно длительное время, однако последний все же сумел одержать верх, вот только для этого он выложился по полной программе использовав более 200 бумажных талисманов и около 20 нефритовых, а ведь материал для последних стоил очень и очень дорого. Тем не менее теперь глава клана Будда мог быть полностью уверен, что абсолютно все представители мира культиваторов участвующие в чемпионате новичков владеют очень хорошей экипировкой. Естественно в реальности далеко не каждый представитель этого мира может позволить себе подобные инструменты, поэтому все, что происходило на турнире это еще один способ давить на другие миры. В этот момент были выбраны участники следующего поединка, и все увидели, что в нем участвуют Джао и Суалинчин. Естественно большинство зрителей оказались крайне шокированы подобным результатом. На данный момент все представители мира культиваторов больше всего боялись именно главу клана Будда. Даже сильнейший представитель мира демонов не вызывал у них таких уж огромных опасений. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как глава клана Будда уже сумел убить нескольких действительно очень сильных экспертов. В то же время, когда Джао увидел свое имя, то никак на это не отреагировал. Он просто улыбнулся и медленно полетел на арену. Естественно в этот момент глаза всех зрителей были сосредоточены именно на нем. Из-за чего Суалинчин чувствовал себя крайне неловко. Суалинчин являлся гордостью неба, он гений своего мира. Даже после вознесения культиваторы тут же оценили все его таланты и предоставили необходимые ресурсы для дальнейшего развития. Естественно благодаря всему этому Суалинчин очень сильно гордился собой и поэтому не обращал внимания на заслуги других людей, так как они уж точно были хуже, чем его. Тем не менее в последнее время он то и дело слышал различные легенды о Джао. Тем не менее культиватор считал, что все эти слухи сильно преувеличены. Более того молодой парень был полностью уверен в тех инструментах, что предоставила ему секта. Поэтому если он победит главу клана Будда на глазах у стольких людей, то его слава взлетит до небес. Безусловно подобное высокомерное отношение ко всем остальным нельзя было взрастить всего за один день. Для того чтобы стать таким нужно ежедневно получать комплименты от большого количества различных людей. Джао никак не ожидал, что его первым противником станет именно Суалин Чен. Последний вознесся несколько лет назад и за это время добился просто ошеломляющих результатов, так что его и в самом деле можно было назвать истинным гением. Однако в отличие от благородного и скромного Лин Чена, Суалин Чен являлся самым настоящим самовлюбленным ублюдком. Когда Джао приземлился на арену, его соперник уже сделал то же самое. Увидев главу клана Будда и не заметив в нем ничего особенного, Суалин Чен холодным голосом произнес. Джао, недавно ты стал знаменитым, но я уверен, что вся твоя сила ничем тебе не поможет. Джао же посмотрел на своего противника и слегка улыбнулся. Думаю, сейчас вы сможете самостоятельно проверить свои же слова, ведь так? Услышав подобное Суалин Чен холодно фыркнул, а потом выкрикнул. Я хотел дать позволить тебе пожить некоторое время, но похоже ты так и стремишься умереть. Как только он произнес эти слова, то в его руке появился парящий клинок, который культиватор тут же бросил в главу клана Будда. Джао же не стал вынимать своего серебряного союзника, вместо этого он взмахнул рукой и создал магическую сеть, которая уже через мгновение превратилась в множество стрел, которые немедленно атаковали Суалин Чена. Естественно последний это заметил и тут же вынул небольшой щит, который увеличившись в размерах защитил своего хозяина от большого количества стрел. Тем временем глава клана Будда использовал другую магическую сеть, чтобы создать металлический щит и блокировать удар парящего клинка. Джао не стал использовать серебренного союзника или технику 10 тысяч звезд для сражения с Суалин Ченом. Тем не менее последний все это время чувствовал огромную подавляющую мощь, он уже использовал несколько магических инструментов, но так и не смог хоть немного продвинуться к своей цели. До этого момента Суалин Чен всегда думал, что он гордый сын, любимый богом. Более того в последнее время он даже перестал встречать достойных противников, однако теперь глава клана Будда заставил его понять, что он не так уж силен. Тем временем зрители с весьма смешанными чувствами смотрели на арену. Все могли видеть, что Суалин Чен и в самом деле старался изо всех сил, а его магические инструменты могли одолеть действительно могущественных противников, однако глава клана Будда все равно превосходил его. Тем не менее через некоторое время главе клана Будда попросту надоели все эти игры. Поэтому он создал огромную магическую сеть и выпустил в сторону своего соперника огромного огненного дракона. Почувствовав необычайный импульс от этого огненного дракона, Суалин Чен просто не мог не оказаться шокированным. Парящий меч все еще атаковал главу клана Будда, но в его распоряжении оставался шит, поэтому культиватор использовал его, чтобы защитить себя от огненного дракона. Более того, в его арсенале имелись еще и две нефритовые таблички, которыми он все еще не пользовался. Вот только стоило культиватору приготовиться противостоять огненному дракону, как вдруг у него за спиной появился каменный гигант, который тут же напал на Суалин Чена. Естественно щит-культиватор мгновенно среагировал и сумел уберечь своего владельца, тем не менее от ударов каменного гиганта он начал громко трещать. Иными словами под таким напором щит не сможет сопротивляться достаточно долгое время. Однако самое главное, что из-за произошедшего Суалин Чен не успел среагировать и когти огненного дракона уже неслись к нему. Поэтому громко закричав он бросил в пылающую рептилию одну из своих нефритовых табличек, последняя практически мгновенно раскололась и превратилась в меч. А уже через некоторое время клинок пронзил грудь о ненава монстра и они оба попросту растворились в воздухе. Разумеется каждый из присутствующих знал, что дракон не настоящий и по сути является лишь магией огня с довольно причудливой формой. Тем не менее, когда в него попал клинок, пылающий монстр издал довольно громогласный вопль. Естественно все это выглядело как минимум странно, ведь так? Чжао же прекрасно чувствовал, что клинок используемый культиватором обладал весьма значительной мощью и действительно мог первым же ударом нейтрализовать его магическую сеть. Тем не менее, Чжао не стал так уж сильно удивляться. Движением руки он создал еще одну магическую сеть, которая тут же превратилась в огромный металлический доспех. Последний сразу уже направился в сторону Суалинчина, чтобы убить его. Естественно последний немедленно заметил появление еще одного противника, но теперь у него имелось определенно время для подготовки, поэтому он тут же использовал несколько бумажных амулетов, чтобы нанести удар по металлическому созданию, а потом увеличил свой клинок и бросил его в ту же цель. Так что уже через мгновение большой меч собирался проткнул грудь нового создания Чжао. Благодаря произошедшему зрители могли по достоинству оценить способности Суалинчина. Как оказалось последний вполне уверенно использовал бумажные талисманы, а ведь для этого нужно обладать довольно высоким уровнем ментальной энергии. Так что этот парень и в самом деле демонстрировал по недостойные способности. Тем не менее талисманы превратившись в несколько молний, так и не смогли нанести действительно серьезный урон металлическому созданию. Однако в этот момент к нему приблизился огромный клинок, а затем он нанес стремительный удар. Разумеется создание главы клана Будда не стало бездействовать. Своим длинным копьем оно нанесло мощнейший удар по парящему клинку. Бум! Раздался звук удара металла о металл. А уже в следующий момент лицо Суалинчина слегка побледнело. Все дело в том, что от его клинка откололся небольшой кусочек размером с рисовое зернышко. Будь это обычный клинок такие повреждения можно было бы назвать сущим пустяком. Но если речь идет о основном клинке, то даже небольшой скол может далеко не самым лучшим образом отразиться на культиваторе. Иными словами Суалинчина получил небольшое ранение. Естественно на этом еще ничего не закончилось. Отбившись от огромного меча металлический гигант махнул рукой и нанес удар по Суалинчину. Как только культиватор увидел это, его лицо тут же изменилось и он использовал свою вторую нефритовую табличку. После чего в сторону металлического гиганта полетел еще один энергетический клинок. Естественно он не уступал помощи предыдущему. Казалось, что создание Чжао также почувствовало опасность. Поэтому оно выставило свое оружие, чтобы отразить этот удар. Тем не менее ему не удалось этого сделать. Сначала энергетический клинок сломал копье, а затем пробил в груди металлического гиганта огромную дыру. Увидев это Суалинчин немедленно использовал свой клинок, чтобы атаковать главу клана Будда. Да, его оружие получило небольшие повреждения, но его все еще можно было использовать. Однако уже через несколько мгновений его лицо тут же изменилось, и летящий меч немедленно вернулся назад. Все дело в том, что культиватор обнаружил, что металлический гигант даже не думал исчезать. Впрочем, это совершенно не удивительно, ведь создание Чжао не являлось живыми и поэтому дыра в груди уже через некоторое время затянулась. Да, что там даже копье восстановило свою предыдущую форму. Разумеется, все это не могло не испугать культиватора. Разумеется, Суалинчин хотел тут же использовать свой щит, чтобы блокировать металлического гиганта, но не мог этого сделать, ведь каменный гигант все также представлял огромную угрозу. Поэтому ему пришлось немедленно использовать еще одним из своих защитных инструментов. Глава 1263. Жесткая победа. Стоит упомянуть, что лишь немногие представители мира культиваторов могли одновременно контролировать большое количество инструментов. Обычно же эксперты могли применять лишь два таких сокровища. В противном же случае их ментальная энергия окажется уж слишком распылена и они могут потерять всякий контроль над своими магическим инструментами. Иными словами, теперь когда Суалинчин сдерживает каменного гиганта при помощи щита, ему нужно направить свой клинок на металлического гиганта. Однако он не мог этого сделать, ведь его основной клинок может получить еще более серьезные повреждения. При мысли об этом Суалинчин быстро поднял свой парящий клинок и пожертвовал еще одним защитным артефактом. На этот раз им стало особое кольцо, оно превратилось в энергетический щит, который мог выдержать как минимум один мощный удар. Как только он это сделал, то использовал свои талисманы, чтобы нанести удар по каменному гиганту. Вот только он совершенно забыл одну очень важную вещь. Джао все еще мог использовать различные магические сети. Поэтому когда культиватор сражался с каменным и металлическим гигантами, глава клана Будда применил еще одну магическую формацию и создал огромного водного гиганта. Атака этого создания оказалась очень странной, она чем-то напоминала стиль боя прозрачного человека. Тело водного гиганта постоянно деформировалось, но все равно оставалось единым целым. Когда Суалин Чен заметил нового противника, его лицо не могло не измениться, но затем он ошарашен на замер. Однако уже через мгновение парень очень сильно прикусил язык, поэтому его рот довольно быстро наполнился кровью, после чего культиватор окропил ею свой клинок и игнорируя гигантов помчался прямиком к Джао. Разумеется для того, чтобы совершить подобное Суалин Чен принял несколько ударов на энергетический щит. Как результат тот не выдержал и лопнул. Таким образом, если этот удар окажется блокирован, то культиватор проиграет. Джао же увидев этот прием просто не мог не разозлиться. Он прекрасно понимал, что сейчас культиватор усиливал себя при помощи жизненной энергии. Вот только последнее являлось чем-то очень важным для культиваторов. Вот только если использовать ее слишком часто или слишком долго, то последствия для организма могут оказаться катастрофическими. Говорят, что для культиватора, который только что закончил закладывать основы нет ничего более важного, чем жизненная энергия. Ведь потеря даже небольшого количества крови может привести к крайне серьезным проблемам в будущем. Иными словами, Суалин Чен пошел на самые крайние меры для того, чтобы уничтожить любым способом одолеть своего противника. Вот только в данный момент Джао и Суалин Чен участвовали в рейтинговом соревновании, где никогда не использовалось правило «Останется только один». Поэтому культиватор мог и не заходить настолько далек, чтобы одолеть своего соперника. Похоже, что Суалин Чен и в самом деле собирался сделать все возможное, чтобы убить главу клана Будда. Джао прекрасно понимал, что даже если он сейчас победит и не станет убивать своего противника, то они все равно навсегда останутся врагами. Ведь Суалин Чен использовал свою жизненную энергию, а это в любом случае крайне негативно отразится на его развитии. Осознав это, Джао фыркнул, он прекрасно понимал, что в данном случае ему гораздо выгоднее убить своего противника прямо сейчас, чем получить еще одного смертельного врага и постоянно ожидать нового удара от него. При мысли об этом рука Джао вытянулась и указала вперед. Естественно, что таким образом он использовал один из приемов метода ковки звезд. Разумеется, глава клана Будда не использовал все свои силы, но этого оказалось более чем достаточно. В тот же момент клинок Суалин Чен мгновенно превратился в пепел, однако на этом ударная волна не остановилась, а последовала дальше. Она вошла в тело культиватора, от которого последнее тут же яростно затряслось, а через некоторое время словно тряпичная кукла упала на землю. Суалин Чен осознавая полученные повреждения никак не мог в это поверить. Он не думал, что Джао будет обладать настолько огромной смелостью, да он и в самом деле использовал свою жизненную энергию, чтобы убить своего противника, но если бы это не сработало, то культиватор был готов признать поражение, однако он никак не ожидал, что у него не будет даже шанса сделать это. Разумеется правила рейтингового этапа чемпионата новичков не запрещали убивать своего соперника, в этом не было ничего удивительного, ведь раньше практически все 100 мест в первом туре занимали культиваторы, поэтому по сути рейтинговый этап превращался во внутренние разборки между сектами, однако теперь Джао, прямо перед лицом стольких культиваторов осмелился убить одного из них. Ранее никто не осмеливался совершить подобное, ведь культиваторам ничего не стоит убить лишь недавно вознесшегося новичка, причем для этого существовало большое количество способов, тем не менее глава клана Будда не стал на этом останавливаться. Он не только убил Суалинчен, но и затем на глазах у всех взмахнул рукой, после чего черный туман окутал тело его соперника, а уже через мгновение оно попросту исчезло. Никто из присутствующих зрителей не являлся мирным обывателем, поэтому как только они увидели, что именно сделал глава клана Будда, то сразу же поняли, что он превратил Суалинчен в нежить. Как? Вся арена тут же все громко зашумела, никто из присутствующих никогда бы не подумал, что глава клана Будда окажется настолько высокомерным. Перед лицом стольких людей из мира культиваторов он превратил одного из них в немертвого? Разумеется, подобное можно воспринимать как сильнейший удар по лицу всего мира культиваторов. Естественно, в тот же момент, когда тело исчезло, тут же прозвучал чей-то гневный голос «Да как ты посмел!». А уже в следующий момент в сторону Джа летел клинок. Правда не настоящий, а практически точно такой же, что появлялся после использования нефритовых табличек. Правда этот был намного мощнее, однако заметив его Джа лишь фыркнул и защитил себя при помощи все еще висящего возле него металлического щита. Затем он повернулся, чтобы посмотреть кто же его использовал. Каждый из нас использовал смертельный удар, чтобы нанести решающую атаку. И не моя вина, что навыки моего соперника оказались не так уж хорошо. Или вы хотите сказать, что если бы Суалинчен сумел бы убить меня, то его тоже точно так же начали обвинять в моей смерти. Хватит нести полную чушь и прекратите мешать проведению чемпионата. Говоря эти слова, глава клана Будда смотрел на человека, который только что атаковал его. Им оказался мужчина примерно 30 лет в стандартной для мира культиваторов одежде и с тонкой бородой. Похоже, что он принадлежал к той же секте, что и Суалинчен. Так что самый большой удар по авторитету получили именно они, так все его действия были не более чем попыткой восстановить свое лицо, а не реальным приступом гнева. Услышав эти слова культиватор тяжело вздохнул и произнес, ты одержал всего лишь несколько маленьких побед, а уже настолько высокомерен. Тем не менее на время чемпионата я действительно отпущу тебя, но если мы встретимся снова, то даже не думай просить о пощаде. Джао же холодно улыбнулся и ответил, буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Сказав эти слова, он вернулся на свое место. Благодаря этому пришествию Джао позволил людям из других миров полностью осознать его, и стоит отметить, что они увидят ничего подобного. Тем не менее, через некоторое время зрители отметили, что изначально глава клана Будда не собирался убивать своего противника, иначе он сразу же использовал эту мощь, а не выматывал Суалин Чен при помощи своей магии. Вот только когда последний решил нанести смертельный удар, это разозлило Джао и он ответил точно так же. Разумеется, все присутствующие являлись весьма проницательными личностями и прекрасно понимали, что культиватор сам виноват в своей гибели. Однако это не значит, что поступок Джао их не удивил. В течение многих лет почти никто не осмеливается оспаривать величие мира культиваторов, поэтому всем остальным приходилось попросту терпеть их высокомерие, те же кто отказывался это делать довольно быстро оказывались убитыми или покалеченными. Именно из-за этого Джао стал первым за многие годы, кто осмелился убить культиватора на глазах у настолько огромного скопления народу. Впрочем, задумавшись, многие пришли к выводу, что глава клана Будда делал это и раньше. Сначала Джао убил ли до 100, потом пятерых культиваторов из альянса Сан Шан, а затем Хелинда, старейшину того же альянса. Вот только последний являлся ветераном мира культиваторов и очень сильным экспертом. Иными словами он был куда более важной фигурой чем Суалин Чин. Поэтому в сметре последнего по сути даже нет ничего удивительного или необычного. Когда Джао вернулся на свое место, то сразу же почувствовал как нам нем сосредоточилось множество взглядов, но его это совершенно не волновало. Мару Лун же посмотрел на Джао и горько улыбнулся. Честно говоря ему бы очень хотелось, чтобы большинство экспертов мира машин веди себя точно так же как глава клана Будда, однако у них не было сил, чтобы позволить себе нечто подобное. Что же касается остальных людей которые прибыли с мира машин, чтобы посмотреть на соревнования, то они наоборот были крайне довольны увиденным. Ранее многие из них лишь слышали, что Джао очень и очень силен, но теперь им выпал шанс увидеть его мощь своими глазами. А тем временем турнир продолжался в первом раунде принимало участие около 40 игроков и столько же во втором. Тем не менее поскольку глава клана Будда уже выходил на арену, то теперь он мог позволить себе немного отдохнуть. Тем не менее когда делегация мира машин вернулась в свой дом, Мару Лун сразу же отправился в комнату Джао. Естественно в помещении тут же стало довольно тесно, ведь комната была небольшой, в Мару Лун пришел не один. Заметив Мару Лунга, Джао посмотрел на него и слегка улыбнувшись спросил, что случилось, чем обязан вашему визиту. Мару Лун же посмотрел на Джао и горько улыбнулся. Младший на этот раз тебе не следовало заходить так далеко и убивать того культиватора. Подобное можно трактовать только как оглушительный удар по лицу всего мира культиваторов, поэтому я боюсь, что они уже не отпустят тебя. Джао в свою очередь слегка улыбнувшись ответил, тогда пусть приходит, я их не боюсь. Услышав безразличие в голосе главы клана Будда, Мару Лунг тяжело вздохнул. Джао я понимаю, что твоя сила действительно огромна, но все равно тебе не следует оскорблять культиваторов. В конце концов, нам ведь все равно придется вернуться в мир машин, а местные ребята осознав, что не смогут взять верх силой начнут действовать уже совершенно иными способами. К примеру ошибутся в настройках транспортного массива и нас выкинет в каком-то очень опасном месте. Поверь подобные казусы уже случались с действительно сильными экспертами из других миров. Когда Джао услышал слова Мару Лунга, то оказался очень сильно ошеломлен. Неужели все это правда? Хэм, мне действительно ничего подобного даже не приходило в голову. Но лидер вам не стоит так волноваться, я пространственный маг и куда бы меня ни отправили это не помешает мне винуться обратно в мир машин. Когда глава клана Будда произнес эти слова, то уже Мару Лунг оказался сильно ошарашен. Он посмотрел на Джао и спросил. Ты хочешь сказать, что можешь вернуться в мир машины без использования стационарного транспортного массива? Подожди тогда получается, что тебе ничего не мешает перенестись и в обратном направлении из мира машин в мир культиваторов, ведь так? Услышав эти вопросы Джао посмотрел на Мару Лунга, а потом слегка улыбнулся. Я не мог сделать это раньше, так как никогда не посещал мир культиваторов, но теперь когда у меня есть его координаты, мне ничего не мешает возвращаться сюда из любого другого места. То же самое можно сказать и о мире машин. Используя известные мне координаты, я могу отправиться туда практически в любой момент. Когда Мару Лунг услышал эти слова, его глаза засверкали еще ярче. То есть, если ты побывал в какой-то местности, то сможешь вернуться туда несмотря на то, насколько огромное расстояние лежит между вами? Джао же кивнул и сказал. В принципе, да. Однако существуют некоторые трудности. Если расстояние слишком велико, мне нужно очень много готовиться, да и потребление энергии возраста. Более того, чем больше людей будет путешествовать вместе со мной, тем больше сил мне придется потратить. Услышав эти слова, Мару Лунг кивнул головой. Он верил Джао, так как было бы уж слишком странно. Ели подобные путешествия глава клана Будда мог осуществлять по щелчку пальцев. Нет, подобное просто нереально. Мару Лунг, сделав несколько кругов, повернулся к толпе и сказал. Каждый из вас должен хранить в секрете то, что только что услышал. Никогда не упоминайте об этом. Если о возможностях Джао узнают культиваторы, то у мира машин может возникнуть целая масса весьма неприятных проблем. Глава 1264. Контрабанда. Хотя остальные представители мира машин не совсем поняли, о чем именно так беспокоится Мару Лунг, но они тут же пообещали держать язык за зубами. Более того, за все это время проведенное вместе они подружились с главой клана Будда и поэтому не стали возражать против того, чтобы хранить в секрете услышанные. Тем временем Джао глядя на Мару Лунга также совершенно не понимал, почему тот настолько взволнован. Поэтому глава клана Будда просто не мог не спросить, лидер, неужели все это настолько важная информация? Мару Лунг же осмотрелся и понял, что важности всего этого не понимал, не только Джао, но и все остальные. Поэтому он тут же произнес, естественно все это невероятно важно, причем для всего мира машин. После этих слов Джао и остальные с озадаченными выражениями на лицах посмотрели на Мару Лунга. Тот же взмахнул рукой и пригласил всех выйти в гостиную. Все-таки комната Джао была уж слишком маленькой. После того, как все сели, Мару Лунг сказал, все знают, что в мире культиваторов очень много сокровищ, но почему так? Все дело в том, что местная окружающая среда намного сильнее насыщена энергией. Более того, в распоряжении культиваторов более 10 тысяч планет пригодных для жизни, они пригодных еще больше. Однако это не означает, что последние абсолютно бесполезны, на них можно отыскать огромное количество минералов, о которых в мире машин даже не слышали. Услышав эти слова все остальные кивнули, они прекрасно осознавали в каком положении находится мир машин, но совершенно не понимали к чему клонит Мару Лунг. Тот же, в свою очередь, посмотрел на них и глубоким голосом сказал, хотя в мире машин имеются кристаллические жилы, но их не так уж и много, поэтому мы даже не можем использовать их в качестве валюты. Услышав эти слова все оказались в огромном замешательстве. Они совершенно не понимали, каким образом все это связано с способностями главы клана Будда. Тем временем Мару Лунг посмотрел на озадаченные лица присутствующих, а потом глубоким голосом произнес, учитывая, что в мире машин не так уж много высококачественной руды и других сокровищ, нам приходится покупать их в мире культиваторов. Однако так как у нас не так уж много магических кристаллов, объем закупок невероятно мизерный. Более того мы вынуждены платить огромнейшие пошлины. Естественно все это не самым лучшим образом сказывается на развитии мира машин. Разумеется и о всех этих фактах присутствующие также прекрасно знали. Мир культиваторов подавлял остальные миры всеми доступными способами. Поэтому практически все жители и ненавидели мир культиваторов. Тем временем Мару Лунг посмотрел на главу клана Будда и произнес, но если у Джа имеются настолько полезные способности, которые позволяют ему совершенно свободно входить и выходить из мира культиваторов без уплаты каких-либо таможенных пошлин, то при помощи простейшей маскировки он сможет приобретать полезные ресурсы в довольно больших масштабах. Неужели это не будет полезным для всего мира машин? Контрабанда. Именно о ней подумал Джа, когда услышал слова сказанные Мару Лунгом. Тем не менее услышав нечто подобное глава клана Будда не знал смеяться ему или плакать. По сути воин планировал значительно ускорить развитие огромного мира при помощи всего-навсего одного человека. В нижних мирах глава клана Будда использовал пространственную ферму для транспортировки огромного количества ресурсов для своих предприятий. Но тем не менее это не была контрабанда. Поскольку Джа являлся аристократом, то ему не нужно было платить таможенные пошлины. Тем не менее в царстве бессмертных он и в самом деле мог стать невероятно успешным контрабандистом. Естественно все остальные поняли значение слов Мару Лунга. Разумеется они тут же замерли, а потом все вместе посмотрели на главу клана Будда. Честно говоря, в мире культиваторов и в самом деле имелось очень много хороших вещей. Тем не менее учитывая цены, которые выставляли за них культиваторы, далеко не каждый крупный клан мира машин мог позволить себе приобрести их. Более того, если магические кристаллы в мире культиваторов использовались в качестве денег даже простыми обывателями. С другой же стороны в мире машин они использовали в качестве обменной единицы лишь во время сделок между крупными кланами и для международной торговли. Иными словами даже если представители мира машины хотели приобрести себе вещи из мира культиваторов, то все равно не могли позволить себе этого. Однако если Чжао действительно обладает способностью мгновенно перемещаться на большие расстояния, то ему ничего не стоило привести все, что необходимо. Поэтому в их глазах он действительно являлся самым лучшим контрабандистом. Естественно, когда Чжао посмотрел на них, то сразу же понял, о чем они думают. Так что он взглянул на Мару Лонга и произнес, лидер, можете не переживать, если миру машин понадобится помощь, то я обязательно ее предоставлю. К тому же мне уже удалось наладить отношения с Дженли, поэтому нам вполне может удастся решать все эти вопросы через него. Когда Чжао произнес эти слова, то Мару Лонг сразу же понял, о чем именно тот говорит. Честно говоря, он естественно знал, что глава клана Будда сумел наладить определенные отношения с Дженли, но он не ожидал, что они зашли уже настолько далеко. Вот только в этот момент снаружи раздался громкий шум и Мару Лонг ошарашенно встал и выглянул наружу. Как оказалось в гости к главе клана Будда пришли молодые маги и воины, которые не так давно наблюдали за битвами на арене. А потом убедившись, что глава клана Будда действительно настолько могуществен, как нем говорят, решили поприветствовать его. Разумеется, Мару Лонг прекрасно осознавал, почему они пришли. Среди присутствующих находились исключительно дети крупных кланов, поэтому сейчас они решили поприветствовать главу клана Будда, чтобы наладить с ним хорошие отношения. Что же касается вознесенных магов и воинов, то они не могли сделать нечто подобное, так как путешествия в мир культиваторов им попросту не по карману. Нет, безусловно среди вознесенных также имелись довольно богатые люди, однако даже они не могли позволить себе подобные траты. Причина для этого довольно проста. За использование транспортного массива нужно было заплатить магическими камнями, а достать подобные могли исключительно члены основных кланов. Джао же оставался совершенно безразличен. Тем не менее, если в будущем он хочет и дальше развиваться в мире машин, то ему необходимо было обзавестись различными связями, так что данная ситуация была крайне полезна и для него самого. Поэтому Джао с энтузиазмом пригласил этих людей в гостиную и начал вести с ними ничего не значащие разговоры. Разумеется, при этом он прекрасно понимал, что все это происходило лишь по одной совершенно простой причине – глава клана Будда сумел прославиться. В противном же случае никто бы из этих людей не стал бы общаться с вознесенным, хоть и довольно могущественным. Тем не менее, текущая ситуация такова, что глава клана Будда сумел вполне успешно одолеть представителей мира культиваторов и по сути сумел стать самым настоящим героем мира машин. Поэтому все эти молодые люди прекрасно понимали, что стоит главе клана Будда вернуться домой и его слава, а также влияние еще больше возрастет. Более того, со временем Джао может совершенно спокойно основать свой собственный клан. Причем против этого никто не станет возражать, ведь все ныне существующие кланы появились практически точно таким же образом. Так что с настолько сильным человеком нужно налаживать отношения уже сейчас. Именно из-за этого сегодня к Джао пришло так много людей. Являясь не самыми важными членами своих кланов, они желали рискнуть и проявить себя. Если им удастся подружиться с Джао, а тот достигнет довольно высоких результатов, то все будет просто прекрасно. Если же у них ничего не получится или эти люди провалятся, то ничего страшного не произойдет. Тем не менее, несмотря на то, что все люди пришедшие к Джао по сути являлись коренными жителями мира машин, однако ранее их предки пришли из нижних миров. Иными словами все гости главы клана Будда относились к кланам, которые были основаны вознесенными. Разумеется, Джао довольно быстро сориентировался в этой ситуации и сумел довольно быстро подружиться со всеми этими молодыми людьми. В этом не было ничего удивительного, так как ранее он уже попадал в подобные ситуации, когда жил в нижних мирах. Поговорив некоторое время, Джао и эти люди немного выпили. После чего их можно было бы назвать если не друзьями, то хотя бы товарищами. Разумеется, от человека с которым ты всего лишь некоторое время пил и ел не стоит ожидать чего-то сверхважного. Однако намного лучше обратиться с предложением о сотрудничестве к знакомому человеку, а не какому-то незнакомцу. После того, как эти люди ушли, Джао вернулся в свою комнату и немедленно перенесся в пространственную виллу. Оказавшись, там он произнес, ну, как, разумеется, супруги главы клана Будда прекрасно понимали, о чем именно идет речь. Все дело в том, что во время сражений на арене Джао, то и дело выпускал свои серебряные иглы и прикреплял их к различным людям. Поэтому сейчас они сумели узнать очень много интересной информации, так что Лаура кивнула, а потом произнесла. Реакция на произошедшее довольно большая, но миры монстров, духовные эльфов не стали предпринимать каких-либо действий против нас. Что же касается культиваторов и демонов, то их реакция оказалась довольно острой. Так мир культиваторов уже приказал всем своим игрокам при битве с тобой нанести смертельную рану или же и вовсе убить. В противном случае их жестоко накажут. Если же говорить о мире демонов, то сегодня они потеряли двух из трех своих игроков. Так что теперь демоны хотят использовать против тебя какой-то действительно могущественный артефакт. Услышав эти слова Джао кивнул, его совершенно не удивила подобная реакция. Демоны и ранее уже пытались воздействовать на него. Поэтому совершенно не удивительно, что они подготовят один или два действительно мерзких артефакта. Что же касается монстров, эльфов и духов, то их представители уже выбыли из чемпионата, им было совершенно все равно какое именно место займет глава клана Будда. Так что хотя бы в этом вопросе можно вздохнуть с облегчением. Глава 1265. Великий эксперт. Джао отдыхал в помещении около 6 часов и покинул ее только потому, что второй раунд рейтинговых соревнований должен был вот-вот начаться. В этот раз глава клана Будда не участвовал, так как уже сражался в первом раунде. Тем не менее он хотел посмотреть на своих соперников, чтобы подготовиться к встрече с ними. Если говорить о мире монстров, то его населяли все расы имеющие второй звериный облик или же чей вид в значительной степени отличался от человеческого. Так под эти критерии попадали демоны, оборотни, различные растения и тому подобное. Правда в основном его жителями являлись вознесенные магические звери или их потомки. Поднявшись в верхний мир они приобрели человеческую форму и теперь подобно драконам могли становиться похожими на людей. Если же говорить о духовном мире, то он получил свое название не из-за рас населяющих его, а благодаря особенным техникам, которые они все использовали. Так для сражений представители этого мира призывали нескольких духов и сражались при помощи них. Существует несколько способов, которыми можно создать дух. Во-первых, стандартный. К примеру люди с сильной жаждой крови превращались в темных духов. В месте, где концентрировалась магическая энергия, могли появиться духи тех или иных стихий и наконец после каких-то невероятно особенных событий рождались различные духовные сущности. Второй способ, благодаря которому появлялись духи это, путь мудрости. Достаточно сильный культиватор мог отделить от своей души небольшую частичку и превратить ее в духа. Однако подобным методом могли воспользоваться только великие эксперты мира духов. Из-за существования этих двух способов представители духовного мира разделяют духов на два вида, захваченные снаружи и духов жизни. Первые как и вторые внедрялись в различную экипировку, но духи жизни обладали куда большей мощью. Вот только создать их не только очень трудно, но и невероятно больно. Более того, весь этот процесс очень плохо влияет на самосовершенствование. Хотя методы самосовершенствования в мире духов довольно сильно отличались, однако все они являлись невероятно могущественными. Именно благодаря этому миру культиваторов и не удалось захватить мир духов несмотря на все свое превосходство. Поскольку в мире культиваторов намного больше материалов для успешного развития, другим мирам приходилось идти на различные хитрости. Так если у мира машин это оружие при помощи которого даже простые обыватели могли ранить культиватора, то в мире духов такой особенностью являлись мощные, но крайне опасные техники. Это было похоже на то как бедные и богатые играют в азартную игру. Так у бедного куда более сильные карты, но богатый способен задавить его благодаря постоянному подъему ставок. Именно благодаря этому открытию глава клана Будда сумел понять, что несмотря на все свои богатства мир культиваторов все же испытывает определенные проблемы. Второй раунд рейтингового этапа успешно закончился. После него стало совершенно очевидно, что культиваторы и в самом деле не желают сражаться друг с другом. Так все сражения в этом раунде больше всего походили на тренировочные поединки и очень быстро заканчивались. Именно благодаря этому угроза смерти или тяжелых травм оказалась едва ли не минимальной. Как и думал глава клана Будда после этого раунда большинство представителей иных миров выбыли из турнира и заняли места в рейтинге от 80 до 90. Что ни говори, а культиваторы весьма безжалостно подавляли попытки добиться действительно значительных результатов. Вот только на этот раз третий раунд начался сразу уже после второго, как и прежде все решал жребий. Иными словами глава клана Будда имел все шансы снова выйти на арену. Разумеется Чжа считал, что представители мира культиваторов начнут подкручивать результаты лотереи и благодаря этому ему придется сражаться с последним представителем демонов на этом турнире. Однако ничего подобного не произошло. Тем не менее глава клана Будда все же оказался абсолютно прав. Культиваторы и в самом деле давили на другие миры, чтобы заставить их отойти от стандартных правил жеребьевки. Вот только ничего из этого не вышло так как остальные миры не стали поступать подобным образом, так как это противоречило их гордости. Вчера Чжа уже мог видеть каким образом сражается Тутиан и не мог не отметить, что техники демонов весьма схожи с техниками культиваторов. И те и другие используют различные инструменты, однако у последних они основаны на магии крови. Вот только глава клана даже не догадывался, что оружие демонов обладает одной весьма неприятной особенностью. Оно способно загрязнять клинок противника. Благодаря этому последние с каждым разом все хуже и хуже слушается своего хозяина. Иными словами, чем дольше вы сражаетесь с демоном, тем у вас меньше шансов, чтобы одолеть его. Впрочем сказать, что демоны сумели найти способ противостоять сокровищам культиваторов, также невозможно. Все дело в том, что культиваторы сражаясь с представителями мира демонов использовали оружие созданное из особого металла, который не поддавался загрязнению. Правда подобное оружие стоило довольно дорого. Тем не менее через некоторое время были созданы особые магические массивы, которые счищали загрязнение. Таким образом страшная особенность оружия демонов оказалась практически полностью нейтрализована. Тем не менее сами по себе инструменты мира демонов ничем не уступали сокровищам мира культиваторов. Так наблюдая за сражением Тутиана глава клана Будда смог увидеть, как тот использует три различных предмета. Призрачный клинок, кроваво-красный щит и черное знамя. Эти же три артефакта являлись наиболее часто используемыми экспертами из мира демонов. Мощь атаки призрачного клинка действительно очень огромна. Он вполне мог противостоять парящим мечам культиваторов. То же самое можно было сказать и о кроваво-красном щите. Его защитные способности находились на действительно высоком уровне. Что же касается черного знамени, то стоило Тутиану взмахнуть им и из него тут же появились разъяренные призраки. Они накинулись на культиватора и начали кусать как его, так и его экипировку. Причем нельзя не отметить, что им действительно удалось доставить сопернику Тутиана массу проблем. Разумеется, в распоряжении представителя мира машин находилось намного больше различных артефактов. Тем не менее, во время поединка Тутиан воспользовался только тремя из них, так как настолько могучему эксперту для победы над своим соперником было достаточно только этих инструментов. Что неудивительно, ведь если бы не Чжа, то Тутиан сумел бы войти в десятку самых сильных игроков чемпионата новичков. Разумеется, культиваторы прекрасно понимали, что Тутиан довольно сложный противник и поэтому подготовились к противостоянию с этим экспертом. Так что этот поединок выдался довольно длительным и ожесточенным. Однако в конечном итоге победа осталась за Тутианом. Тем не менее, хотя ему понадобилось довольно много времени, чтобы победить, глава клана Будо не смел смотреть на этого эксперта свысока. В конце концов, тот использовал в битве с культиватором лишь три базовых артефакта мира демонов. Хотя говорят, материалы в мире демонов не настолько богаты, как в мире культиваторов, но глава клана Будо не верил, что в руках у Тутиана лишь три инструмента. Он прекрасно знал, что ему предоставили как минимум еще несколько действительно могущественных артефактов. Поэтому тому факту, что Тутиан использовал лишь три инструмента могло быть лишь одно объяснение. Эксперт не хотел раскрывать все свои карты раньше времени. Более того, во время своего поединка представитель мира демонов совершенно не пострадал. Иными словами, он не являлся безумцем способным лишь атаковать. Этот человек и в самом деле являлся очень опасным противником. Он прекрасно знал, когда следует давить на своего противника, а когда стоит отступить. К тому же нельзя не отметить, что на протяжении всего поединка Тутиан улыбался. И совершенно не важно, что именно происходило выражение этого человека совершенно не менялось. Разумеется, подобное поведение заставляло соперников Тутиана нервничать и тем самым обеспечивало ему определенное преимущество. После нескольких раундов, наконец, пришла очередь Джао. Однако когда он увидел своего соперника, то оказался ошеломлен, так как уже знал этого человека, так как видел его в подземном мире. Итак, противником главы клана Будда стал Ягуансин, один из тех людей, которые осматривали место битвы Джао и пятерки представителей Альянса Сэншен. Тем не менее, Джао очень четко понимал, что будь то Суалинчен или Ягуансин, они являются действительно сильными культиваторами. Они входили в десятку сильнейших представителей мира культиваторов на этом турнире. Разумеется, все это заставило Джао сомниться в том, что жеребьевка проводится честно. Однако у него не было времени, чтобы так много думать об этом. Как только два соперника опустились на арену Ягуансин довольно вежливым голосом произнес «Мистер Джао, я очень много слышал о вашей силе и для меня огромная честь сразиться с вами». Разумеется, Джао не стал принимать эти слова всерьез, потому что это была лишь самая обычная вежливость. Он знал, что люди из мира культиваторов уже приказали убить его, поэтому с кем бы из представителей этого мира он не встретился, стоит ему дать хоть небольшую слабину и его жизнь может оказаться в серьезной опасности. Что же касается действий мира культиваторов, то они совершенно не удивляли главу клана Будда. На данный момент он являлся весьма существенной угрозой и поэтому культиваторы делали все возможные, чтобы устранить его. По сути, подобная реакция абсолютно правильная и в ней нет ничего необычного. Разумеется, Джао не собирался проявлять даже тени высокомерия, поэтому он улыбнулся и весьма вежливо произнес, я также рад видеть мистера Ягуансина и не могу не отметить, что ваше понимание законов неба и земли действительно невероятно. И безусловно я хотел бы получить от вас несколько уроков. Однако сейчас не время для этого, поэтому давайте начнем наш поединок. Сказав эти слова глава клана Будда предложил своему сопернику начинать. Тем не менее, эти слова сказанные Джао заставили глаза Ягуансина блестеть. Его достижения в понимании законов неба и земли и в самом деле были весьма значительными, но никто из мира культиваторов этого не замечал. Большинство экспертов этого мира так или иначе использовали различные оружия. В то же время Ягуансин использовал магические формирования, однако он совершенно не ожидал, что глава клана Будда сможет настолько легко понять все это. Однако Ягуансин являлся человеком с глубоким сердцем и не поэтому не стал показывать этого. Он лишь улыбнулся и произнес, «Мистер Джао, благодарю вас за похвалу, но, пожалуйста, давайте начнем». Сказав эти слова он кивнул и использовал свой парящий меч. В последнем не было ничего особенного, однако глава клана Будда не стал недооценивать этот клинок. Ягуансин занимался изучением законов неба и земли, поэтому мог доставить Джао массу неприятностей. Глава 1266. Действительно, великий эксперт магических формаций. Тем не менее, Джао все еще не двигался и не использовал свое оружие, он совершенно спокойно смотрел на Ягуансина. Впрочем, тот не смел относиться к главе клана Будда легкомысленно, так как глава клана Будда уже доказал, что является действительно очень опасным противником. На самом деле, Джао уже и сам догадался об этом. Ведь парящий меч, который использовал культиватор не являлся основным оружием. Таким образом, он хотел отвлечь внимание главы клана Будда и выиграть себе время для создания магического формирования. Естественно, Ягуансин не собирался сдерживаться. Он получил прямые указания от вышестоящих культиваторов и теперь должен был приложить максимум усилий для того, чтобы одолеть своего противника. Тем не менее, в этой битве все будет не так уж и просто. Все дело в том, что ранее никто из его противников не мог догадаться, что на самом деле главной ударной силой Ягуансина являлось именно магическое формирование. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь клинок этого эксперта также ощущался очень мощным и никто даже подумать не мог, что на самом деле это далеко не самая главная угроза. Джао же слегка улыбнулся, а потом взмахнул своей рукой и создал магическую сеть, чтобы заблокировать летающий меч Ягуансина. Тем временем культиватор использовал бумажные талисманы, чтобы сформировать магическое множество. Причина, по которой глава клана Будда все это время практически бездействовал по одной простой причине он собирался проверить насколько же мощными являются магические сети мира культиваторов. Благодаря Халлиду, Джао уже знал, что местные магические формации отличались от тех, что использовались в мире машин. Вот только рассказать более подробно культиватор ничего не мог. Он практически не пользовался ими и поэтому вполне естественно, что его знания в данном вопросе были довольно мизерными. С другой же стороны стиль сражения Ягуансина совершенно другой. Этот человек сделал магические формации своим основным оружием и поэтому глава клана Будда хотел посмотреть на что же они способны. Разумеется никто из мира машин или мира культиваторов не стал бы вести себя настолько безрассудно, ведь какой смысл в том, чтобы стоять и смотреть как твой противник готовится нанести по тебя очень мощный удар. Однако в случае с Джао все было совершенно иначе. В то время как Джао наблюдал за действиями своего противника пространственная ферма внимательно записывала каждое движение Ягуансина. Конечно же, сам культиватор этого не знал. Он думал, что Джао попросту недооценивал его силы или переоценивал свои собственные. Поэтому культиватор считал, что его атака в любом случае окажется успешной. Более того, на этот раз он использовал не просто магическую формацию, а замок дракона. Знаменитое заклинание мира культиваторов. Оно состояло из восьми драконов, которые ловили и помещали жертву в смертельную ловушку. Разумеется, при обычных обстоятельствах Ягуансин не стал бы использовать нечто подобное, так как стоимость расходных материалов была просто заоблачной. Но на этот раз все было совершенно иначе. Секта, к которой он принадлежал, предоставила ему все самые лучшие. Более того, благодаря высококачественным материалам мощь драконьего замка значительно возросла. Как только все талисманы оказались на своих местах, тот же А сразу же почувствовал, как они исчезли, а вокруг Ягуансина начал клубиться золотистый туман. Однако уже через некоторое время раздалось мощное рычание, а потом в сторону главы клана Будда устремились восемь золотых драконов, причем двигались они довольно странно. Так если их головы находились высоко над землей, то хвосты наоборот находились под ней. Естественно магические создания взаимодействовали между собой. Иными словами к главе клана Будда приближалась огромная клетка. Разумеется Чжа глядя на все это догадался, что именно делает это магическое формирование. Поэтому глава клана Будда немедленно использовал магическую сеть, чтобы атаковать одного из драконов. Тем не менее как только это произошло драконы на мгновение замерли, а потом каждый из них выпустил из своей пасти золотой луч. Как только магическая сеть оказалась разрушена несколько магических рептилий снова помчались в сторону главы клана Будда. Теперь Чжа мог быть уверен, что хотя эти золотые драконы безусловно не имеют ничего общего с живыми рептилиями, но они похожи на его собственных огненных драконов. Иными словами раз у них имеется физически реальная форма, то они способны наносить вполне реальные атаки. Разумеется Чжа не стал проявлять излишнюю вежливость, взмахом руки он создал магическую сеть и сформировал восемь огненных драконов, естественно последние тут же устремились к золотым. Разумеется тут же началась ожесточенная битва, тем не менее культиватор никак не реагировал на нее. А если точнее, то так только казалось, на самом деле Ягуансен при помощи амулетов, которые на самом деле стали невидимыми, они исчезли, он контролировал своих магических созданий. Разумеется в этот момент Чжа также не сидел без дела. Он приказал Кайер тщательно записывать все что делает Ягуансен, а сам тем временем прикреплял свои серебряные иглы к амулетам. Благодаря этому глава клана Будда мог довольно быстро проанализировать из каких материалов состоят используемые культиваторами предметы. Впрочем, все это было бы абсолютно невозможно во времена до последнего обновления. Все дело в том, что лишь после него пространственная ферма смогла значительно сократить время необходимое для анализа, а также получила возможность делать это вне универсально анализатора. Разумеется глава клана Будда прекрасно осознавал, что ему бы никогда не удалось провернуть подобное при обычных обстоятельствах, ведь не обладая его соперник настолько огромной поддержкой со стороны мира культиваторов, то ничего подобного никогда бы не произошло. Тем не менее не стоит отрицать, что и сам Ягуансен являлся самым настоящим гением. Метод которым он пользовался определенно превосходил суперпозиции мира машин. Ведь в отличие от магов последний сумел совершенно спокойно создать огромную магическую сеть основываясь как на линиях начерченных в воздухе так и на заранее заготовленных магических амулетах. Разумеется подобный подход довольно высоко оценили даже сами культиваторы. Да, он очень сильно отличался от стандартных техник их мира, однако крупные секты прекрасно понимали, что не стоит сосредотачивать все свое внимание лишь на одном пути развития. Поэтому Ягуансен сумел довольно быстро стать сначала внешним, а потом и основным учеником крупной секты. Более того ему оказывалась весьма значительная поддержка. В мире культиваторов довольно высоко ценились все способы развития своего таланта, но при условии, что они выгодны крупным сектам. Ведь последние старались быть как можно более самодостаточными. Иными словами они нуждались в людях способных использовать как фармакологию, так и магические формации. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь данные люди по сути являлись теми, кто продвигал технологии мира культиваторов вперед, а без подобного не могла обойтись ни одна из крупных сект. Все такие эксперты мира культиваторов являлись настолько могущественными не в последнюю очередь благодаря своим сокровищам и магическим пилюлям. Так что нет ничего удивительного в том, что талант Ягуансена получил благородную почву для взращивания. Тем не менее, когда зрители прибывшие из мира машин заметили, что глава клана Будда оказался в невероятно тяжелой ситуации, то их лица немедленно изменились. На этот раз Джао являлся главной надеждой мира машин и если он проиграет, то это станет окончательным поражением мира машин в чемпионате новичков. Что же касается представителей иных миров, то они в данный момент также болели за главу клана Будда. По их мнению именно он является фаворитом этого турнира и с ним может соперничать за первое место разве что Тутиан. Более того не слудит забывать, что представители иных миров также очень сильно ненавидели культиваторов, а как известно враг моего врага, как минимум временный союзник, поэтому в данный момент все кроме демонов болели именно за главу клана Будда. Они надеялись, что ему все же удастся одолеть своего соперника и еще раз подорвать авторитет мира культиваторов, однако тот факт, что Джао попал в настолько неприятную ловушку просто не мог не вызывать беспокойства. Что же касается непосредственно самих участников поединка, то Джао совершенно не боялся своего соперника, в то же время Ягуансен хотел как можно быстрее покончить со всем этим. Разумеется все это время глава клана Будда то и дело атаковал золотых драконов при помощи различных заклинаний, но на самом деле все это было не более чем ширмой. В действительности Джао куда больше времени уделял общению с Кайер и анализу структуры магической формации, которую создал его соперник, массив созданный Ягуансен и в самом деле были очень особенными. Они располагались изнутри магического круга, таким образом накладывая шар за шаром культиватор получил возможность без особых усилий создавать довольно мощную магическую формацию. Таким образом даже если в какой-то момент она окажется уничтожена практически на треть, благодаря подобной структуре и очень маленьким магическим массивам мощь практически не снизится. Иными словами, чтобы нейтрализовать подобную атаку вам предстоит приложить невероятно огромные усилия. Джао не атаковал замок драконов, потому что ему не нужно было этого делать. Сейчас глава клана Будда хотел проверить насколько же могущественна эта атака. Вот только если ранее для мнимых ударов по магической формации Джао использовал магические сети из 100-200 магических массивов, то для того, чтобы защитить себя от воздействия этого удара ему пришлось воспользоваться уже 700-800 магическими массивами. Поэтому совершенно не удивительно, что зрители подумали, что глава клана Будда оказался в невероятно тяжелом положении. Разумеется зрители прекрасно понимали, что как только Ягуансен сумеет продавить защиту главы клана Будда, то немедленно обрушит на Джао абсолютно всю свою мощь, чтобы раз и навсегда уничтожить своего противника. Однако никто из них даже не догадывался, что все это не более чем эксперимент, устроенный главой-главой Будда и как только он окажется завершён, Джао прекратит весь этот спектакль и немедленно покажет все на что способен. Но почему Джао настолько сильно уверен в себе? Конечно, из-за наличия серебряных игл, которые прикреплены к главным узловым точкам магической формации. Все дело в том, что магические амулеты становились невидимыми как раз потому, что они являлись самыми уязвимыми точками в атаке Ягуансена. Из-за определенных обстоятельств культиватор не мог выставить на них более надежную защиту, так как она могла дестабилизировать работу всей формации. Можно сказать, что благодаря пространственной ферме любая магия иллюзии практически полностью бесполезна против главы клана Будда. Ведь если не заметит глаза Джао, то пространственный экран уж точно не пропустит. После чего Джао, создав огромное количество серебряных игл, мог разрушить фактически любое магическое формирование. Иными словами, в то время как Ягуансен тратил невероятно огромные усилия для формирования невероятно мощной магической формации, глава клана Будда мог свести все его усилия на нет. Для того ему нужно было лишь челкнуть пальцами и взорвать серебряные иглы. Тем временем все действия Ягуансена уже были детально записаны, так что Джао попросил Каэр посчитать сколько же вещей он использовал. Таким образом ему удалось узнать, что культиватор применил более сотни дешевых дорогих расходников и более две тысячи дешевых. Разумеется ни один из вознесенных взлетевший менее пять лет назад не смог бы позволить себе чего-то подобного без поддержки действительно крупной силы. Что же касается Ягуансена, то он наконец мог вздохнуть с облегчением. Ему наконец удалось завершить свою магическую формацию. Стоит упомянуть, что он очень сильно переживал, что Джао не даст ему совершить что-то подобное. Однако глава клана Будда не стал даже пытаться. Глава 1267. Разрушение великой магической формации, глава клана Будда все также стоял на месте и при помощи своих магических массивов совершенно спокойно блокировал атаку Ягуансена. Естественно все это также прекрасно демонстрировало всю его силу. Люди в мире культиваторов очень хорошо понимали методы создания магических массивов, но они предпочитали ими не пользоваться. На это существовало несколько причин, одна из которых, таким образом они могут сделать магов мира машин намного сильнее. Население их миров, наблюдая за культиваторами, вполне способны перенять все секреты. Впрочем, как раз из-за того, что культиваторы прекрасно знали на что именно способны магические массивы, они предпочитали не изучать их. Безусловно магические формации значительно превосходили заклинания, однако также они являлись более энергоемкими. Поэтому культиваторы предпочитали отдавать преимущества хоть и не таким мощным, но более быстрым заклинанием. Естественно, у данных экспертов они служили лишь дополнительным оружием. Вот только если магические массивы настолько неэффективны, то почему культиваторы настолько хорошо разбираются в них? В этом нет ничего удивительного, главная причина заключается в страхе перед миром машин. Все дело в том, что при определенных обстоятельствах магические сети из однотысяча магических массивов становились невероятно грозным оружием, от которого мог пострадать даже культиватор. Поэтому несмотря на индивидуальную слабость, эксперты мира машин демонстрировали просто невероятную мощь в массовых сражениях. Правда, к счастью, магические сети из тысяч магических массивов из-за своей огромной энергоемкости не могли использоваться слишком часто. Тем не менее, Джао в отличие от всех остальных мог довольно легко использовать даже настолько огромные магические сети. Без каких-либо инструментов он мог мгновенно создавать нечто действительно разрушительное. Разумеется, подобное не могло не удивлять даже культиваторов. Поэтому сейчас Ягуансин, глядя на главу клана Будда прекрасно осознавал, что тот сражается не в полную силу. Во-первых, он не использует свои самые мощные магические атаки. Во-вторых, Джао являлся как магом, так и воином, однако сейчас он не использовал боевые искусства. И третье, глава клана Будда даже не достал свое оружие. А ведь его соперник прекрасно знал о существовании серебряного посоха. Тем не менее, хотя Ягуансин не знал, почему Джао ведет себя подобным образом, но у него не было времени, чтобы слишком много думать об этом. Ведь сейчас настало время, чтобы нанести решающий удар. Люди в мире культиваторов имеют некоторое понимание, как именно создаются магические формирования. Тем не менее, их знания не заходили дальше определенной теории и самых обычных слухов. С другой же стороны, в мире машин все было совершенно наоборот. Даже самые простые обыватели прекрасно знали, как должны работать магические сети, но у них, в основном, не хватало силы, чтобы их создать. После обмена несколькими ударами Ягуансин приблизился к самому важному моменту. Он сумел создать и удержать контроль над невероятно огромной магической формацией. Естественно, это было невероятно сложно, однако культиватор прекрасно понимал, что другим способом он попросту не сможет выиграть в этом поединке. Разумеется, в данный момент Джао все еще находится в ловушке, но Ягуансин был абсолютно уверен, что если он сделает хотя бы одну ошибку, то его соперник тут же сумеет вырваться. Тем не менее, завершив работу над своей великой магической формацией, культиватор наконец мог вздохнуть с облегчением. Пришла пора закончить этот поединок. Джао же ничего не предпринимал, но глядя на своего соперника при помощи пространственной фермы внимательно следил за каждым его действием. Он не только совершенно не боялся Ягуансина, но и даже радовался тому, что сможет испытать атакующую мощь настолько сильного заклинания. Когда культиватор начал действовать, глава клана Будда почувствовал, что давление вокруг него резко возросло. Восемь золотых драконов начали становиться все более и более твердыми, а их атакующая сила стремительно возрастала. Теперь магические создания могли наносить удары не только когтями или дыханием, но и различными заклинаниями. Как только глава клана Будда все это понял, его глаза просто не могли не сузиться. Лишь теперь он мог в полной мере полностью оценить всю мощь этой ловушки. Естественно Джао не мог не признать, что эта атака и в самом деле невероятно опасна и способна убить действительно очень мощного эксперта. Тем не менее глава клана Будда считал, что эта атака может стать еще более могущественной. На данный момент Ягуансин являлся новичком и поэтому все еще не достиг своего максимума. Однако в будущем его великая формация сможет доставить немало проблем истинному мастеру. Стоит отметить, что глава клана Будда был крайне доволен увиденным и безусловно в будущем он обязательно освоит это магическое формирование. Все дело в том, что он хотел создать свою базу в царстве бессмертных и для большей безопасности ее стоило защитить при помощи мощного магического формирования. И то, что он сегодня увидел просто идеально подходило для создания этой действительно важной системы безопасности. Стоит упомянуть, что подобной защитой располагали практически все крупные и средние секты в мире культиваторов. Таким образом все кто хотел атаковать секту, то первой преградой на пути нападающих станет именно великая магическая формация. С другой же стороны мир машин пока не мог похвастаться чем-то подобным, так как маги никак не могли решить проблему слишком огромного энергопотребления. Тем не менее вполне естественно, что подобные защитные магические массивы хранились в невероятно страшной тайне, а любой кто осмелится их раскрыть будет убит как самый мерзкий предатель. Поэтому не имея возможности собрать достаточно огромное количество информации глава клана Будда был вынужден использовать этот невероятно глупый способ, чтобы проанализировать магические формации которые использовались в мире культиваторов. Разумеется, было бы гораздо проще попросту убить Ягуансина, а потом превратив в нежить заставить рассказать все, что он знает. Но если глава клана Будда пойдет подобным путем, то на этот раз культиваторы наблюдающие за сражением уж точно попросту оторвут ему голову. Поэтому взвесив все за и против, Джа решил не трогать Ягуансина. Если он такими же темпами продолжит злить секты мира культиваторов, то может вызвать новую войну между мирами. Однако как бы там ни было, а пришло время закончить этот поединок. Поэтому когда Каер сообщила, что уже собрала все необходимые данные, глава клана Будда решил, что настало пора действовать и у него в руки появился серебряный союзник. Когда Ягуансин увидел, как Джа наконец достал свой посох, то не мог не занервничать и поэтому немедленно перешел в жесткое наступление. Однако в этот же момент он внезапно почувствовал, что совершенно бессилен. Естественно лицо культиватора не могло не измениться, поэтому он немедленно достал горсть лекарств и бросил их в свой рот, чтобы быстро восстановить свои силы. Тем не менее в этот момент Джа, воспользовавшись своим магическим посохом, начал создавать свое собственное формирование. Его размер оказался не слишком большим, но от количества маленьких массивов у любого эксперта начала бы болеть голова. А уже через мгновение произошла невероятно яркая вспышка, которая в буквальном смысле заставила всех присутствующих закрыть глаза, а тех, кто не успел этого сделать, попросту ослепила. Когда же зрители снова смогли видеть, то не могли не удивиться. Так Джа одержал свой клинок ушей Ягуансина, а используемое культиватором магическое формирование было полностью уничтожено. Разумеется все оказались крайне шокированы увиденным. Они не думали, что магический массив, который использовал Джа будет иметь настолько огромную разрушительную мощь. Тем не менее все это было лишь самой обычной иллюзией. Используемая главой клана Буддаформация должна была лишь ослепить всех присутствующих. С другой же стороны настоящий удар по магической сети Ягуансина нанесли заранее приготовленные серебряные иглы. Так что все, что произошло на арене было лишь хорошо срежиссированное спектаклем. Тем временем глава клана Будда глядя на своего противника, горько улыбнулся и глубоким голосом произнес «Мистер Ягуансин не могли бы вы признать свое поражение». Культиватор в свою очередь посмотрел на Джа, а потом он слегка улыбнулся и сказал «Ваша формация оказалась намного сильнее, поэтому я признаю поражение». Как только прозвучали эти слова, тело главы клана Будда вспыхнуло и он немедленно вернулся на свое место. Разумеется, как только это произошло, зрители прибывшие из мира культиваторов и мира демонов испытали огромное разочарование. Они не думали, что все произойдет настолько быстро. Ягуансин доминировал над своим соперников в течение всего поединка, поэтому многие поверили, что Джа проиграет этот бой. Однако в последний момент все перевернулось с ног на голову. Изначально большинство культиваторов даже отказывались верить в увиденное, по их мнению Ягуансин практически одержал победу, но потом Джа всего лишь одним ударом сумел вырвать ее. Причем больше всего их удивляла мощь использованной им магической формации. Вернувшись на свое место глава клана Будда почувствовал, как на него смотрят тысячи холодных глаз, тем не менее ему было абсолютно все равно, но он лишь слегка улыбнулся и сел возле Мару Лонга. Тот же в свою очередь прошептал, Джа ты ведь намеренно позволил ему закончить формировать магическую сеть? Услышав подобный вопрос, глава клана Будда кивнул и слегка улыбнулся. Все верно, я хотел проверить, насколько же она сильна. И стоит отметить, что ее мощи в самом деле огромна, а ведь Ягуансин все еще не достиг пика своей силы. Думаю, если бы он был немного могущественнее, то мне не удалось бы просто так выбраться, а пришлось бы сильно попотеть, чтобы сломать магическое формирование. Кажется, что магические массивы мира культиваторов и в самом деле очень хороши. Услышав подобное Мару Лонг, просто не мог удержаться от улыбки. Младший у тебя и в самом деле очень много мужества, но не стоит так сильно рисковать. В конце концов тебя ждет довольно успешное будущее, так что не стоит настолько безрассудно влипать в неприятности. Джао в свою очередь лишь улыбнулся и кивнул. А тем временем появились результаты жеребьевки для нового раунда. Вот только холодные глаза культиваторов все также продолжали смотреть на Джао. Глава 1268. Пролитая кровь в праведном деле, тыквенная бутылка и громень. На самом деле, людей из мира культиваторов интересовали лишь поединки главы клана Будда и Тутиана. Что же касается всех остальных участников, то по сути их сражение не более чем мелкая возня крупных сект. Поэтому сейчас они смотрели на главу клана Будда, а не на арену. Благодаря предыдущему поединку и огромной магической формации, созданной Ягуансином, культиваторы сумели узнать очень много нового о возможностях главы клана Будда. Естественно, никто из них не смог бы рассказать абсолютно все о используемых магических массивах, но их знаний было более чем достаточно, чтобы сделать выводы из произошедшего. Поэтому хотя эксперты мира культиваторов и не могли оценить все изящество магической формации Ягуансина, но это не значит, что они не видели его огромной мощи. Тем не менее, Джао сумел практически моментально создать нечто еще более мощное и нейтрализовать заклинание своего соперника. Иными словами, культиваторам необходимо первым делом переоценить мощь главы клана Будда. Более того, чем-то подобным занимались не только они, но и представители мира демонов. Их мир желал проглотить мир машин, чтобы решить некоторые из своих проблем. Поэтому в первую очередь демоны желали нанести моральный удар по жителям мира машин, а для этого им необходимо уничтожить главу клана Будда, который являлся героем мира машин. К этому моменту они уже совершили несколько попыток, но ни одна из них не достигла успеха. Тем не менее, считая, что глава клана Будда не знает о их планах, демоны намеревались нанести еще несколько смертоносных ударов. Если им удастся совершить задуманные, то захват мира машин пройдет намного проще. Таким образом демоны сумеют решить все свои проблемы с простыми обывателями. Но когда эксперты мира демонов узнали, что проблема гораздо больше, чем они себе представляли, а затраты на ее уничтожение оказались далеко за пределами их воображения, то оказалось, что цена во много раз превышает будущую выгоду. Естественно, подобное заставляло задуматься. В секторе мира демонов сидел весьма важный человек, он являлся одним из лидеров мира демонов, а также старейшиной секты священной крови. В этом не было ничего удивительного, ведь главным игроком мира демонов был Тутиан, который также принадлежал к этой секте. Поэтому совершенно нормально, что лидером представителей мира демонов являлся старейшина секты священной крови. Естественно, помимо лидеров в секторе мира демонов сидели и другие люди. Они исполняли роль охранников Тутиана, а также являлись главами внешних лагерей секты священной крови. Если говорить о лидере, то его звали Джонкли, однако куда больше людей слышали о его прозвище – Кровавое море. Данный человек являлся знаменитостью мира демонов, он прославился благодаря очень мощной технике Кровавого моря, правда для ее использования была необходима кровососущая тыква. Разумеется у последней также имелась довольно интересная история происхождения. Так при строительстве своей главной резиденции секта священной крови убило большое количество смертных, а затем выпустила из них кровь и создала огромный кровавый бассейн. Последний располагался в подземельях и использовался для обучения основных учеников. Вот только в какой-то момент прямо в этом кровавом бассейне выросла лоза, на которой через какое-то время появилась крупная тыква. Она впитала в себя довольно много крови и ее энергии. Таким образом получилось весьма полезно и хранилище. Однако следующую такую тыкву лоза предоставила только через сто лет. Тем не менее, поскольку это растение выросло в крайней особой среде, оно обладало весьма огромной мощью и поэтому после определенных ритуалов становится едва ли не самым совершенным магическим оружием. Тем не менее, кровососущая тыква используемая Джон Гамли значительно отличалась от всех остальных. Все дело в том, что она была семейной реликвией его клана. А так как данное оружие должно храниться именно в Дайтяне, вполне логично, что эта кровососущая тыква обладала просто колоссальным запасом энергии. Также необходимо упомянуть, что в этой тыкве хранилась кровь из подземного кровавого бассейна. Изначально эта жидкость текла в жилах людей, но потом попав сюда кровь насытилась энергией и не получила весьма особенную способность – коррозию. Благодаря этой крови оружие представителей секты священной крови могло разъедать инструменты и экипировку их соперников. Вот только жидкость в кровососущей тыкве Джон Гамли была еще более ужасной. Все дело в том, что многие поколения культиваторов хранили эту тыкву в своем Дайтяне и как результат из-за постоянного воздействия энергии души особые свойства крови стали еще более разрушительными. Тем не менее, тот факт, что кровь до сих пор находилась в тыкве еще не значил, что ею никто и никогда не пользовался, наоборот она участвовала во многих конфликтах. Однако после каждого смертельного удара оружие сначала расходовало свой запас, а потом, после смерти противника, пополняло его. Именно благодаря этой особенности Джон Гамли получил свое прозвище – Кровавое море. Разумеется многие из культиваторов все же считали, что крови в этой кровососущей тыкве понемногу становилось все меньше. Однако на самом деле это совершенно не так. Кровососущая тыква в первую очередь магическое оружие, поэтому она могла восстанавливать свои запасы сразу двумя способами. Первый – выкачивать ее из поверженных врагов. Второй – восстанавливать ее самостоятельно. Естественно первый был довольно быстрым, но качество крови немного снижалось. Второй же занимал довольно длительное время, однако качество крови было намного выше. Именно благодаря этому несравненному магическому оружию люди из мира демонов позволили именно Джон Гамли возглавить их делегацию на этом турнире. Все дело в том, что представители мира демонов прекрасно понимали, что культиваторы пойдут на все, что угодно, чтобы сохранить свои позиции. Поэтому если вы не отправите в качестве лидера действительно могущественного эксперта, то все ваши представители могут оказаться убиты. Посмотрев на арену Джон Гамли обращаясь к своим подчиненным нахмурился, а потом произнес, нам нужно обсудить будем ли мы и дальше пытаться справиться с Джа или же нам лучше отступить. У Джон Гамли есть некоторые неопределенные идеи, но сила Джа уж слишком огромна, поэтому если они будут и дальше пытаться навредить ему, то в конечном итоге могут присоединиться к Суалинчину. Джа определенно нехороший человек, более того он способен на довольно безумные поступки. Некоторое время все молчали, честно говоря, они действительно не уверены, что в их распоряжении имеются методы при помощи которых можно устранить настолько сильного человек не привлекая к себе внимания. В это время Ту Тиан сидел в стороне и слушал. На его лице все также оставалась улыбка, но он ничего не говорил. Честно говоря, сейчас у него не было права, чтобы либо говорить. На данный момент с его силой он должен лишь слушать. Тем не менее через какое-то время один из охранников сказал, лидер я думаю, что сейчас нам стоит отступить, если мы нанесем удар, а он провалится, то мы очень сильно разозлим Джа. В этом случае этот человек может убить Ту Тиана и наш мир лишится самого сильного новичка за последние несколько десятилетий, поэтому давайте сейчас оставим его в покое, но потом отправим наших людей в мир машин и уничтожим его уже там. Однако в это же время другой охранник холодным голос произнес, вот только если мы позволим Джа вернуться в мир машин, то удастся ли нам убить его? Люди из мира машин далеко не глупы, поэтому тут же спрячут его. Нет, я считаю, что нам нужно делать все возможные, чтобы убить его на ринге. У меня есть несколько громов и не я могу отдать их Ту Тиану. Думаю, даже если он их использует и не достигнет успеха ничего страшного не произойдет, ведь Джа решил убить Суалинчина лишь после того, как понял, что тот уже нанес вред самому себе и в любом случае станет его смертельным врагом. Гром инь очень злобное оружие, используемое миром демонов. Этот вид инструмента очень похож на нефритовые таблички культиваторов, но обладает куда большей мощью. Таким образом он способен убить даже очень сильного эксперта. Более того, его скорость настолько огромная, что этот инструмент можно по праву считать абсолютным смертельным оружием. Тем не менее, гром инь очень сложно сделать. Во-первых, вам необходима особая окружающая среда. Во-вторых, довольно ценные материалы. В-третьих, после изготовления оболочки на ней нужно выгравировать довольно сложные магические массивы. И в-четвертых, для заполнения этого оружия вам необходима особенная зараженная энергией, кровь. Тем не менее, самым трудным и не менее важным являлся пятый шаг, а именно размещение в оружии особой молнии. Все дело в том, что достать ее невероятно сложно, можно сказать, практически невозможно. В этом нет ничего удивительного. Все дело в том, что молнии возникающие в обычных обстоятельствах будут содержать энергию янь. Иными словами, электричество даже само по себе очень плохо сочетается с энергией инь. Поэтому для того, чтобы достать молнию инь вам необходимо соблюсти ряд довольно требовательных условий. Именно из-за такого рода условий, гром инь являлся довольно редким артефактом даже для мира демонов. Поэтому обычно подобное оружие использовалось для того, чтобы сдерживать противника. Так если в вашем распоряжении имеется 35 граммов инь, то даже крупная секта мира демонов не решится беспокоить вас. Поэтому когда этот мужчина сказал, что у него в руке имелось несколько граммов инь, то тут же вынул их, чтобы доказать правдивость своих слов. Естественно в этот момент все взгляды сосредоточились именно на нем. Положив уголь на черный шар на землю, размер которого не превышал грецкий орех, он произнес, у меня есть 7 таких. Но если хочешь разобраться с Джао, тогда возьми все. Естественно далеко не каждый эксперт мира демонов обладал подобным оружием, однако практически все знали как именно оно выглядит. Услышав эти слова джонкли озадаченно посмотрел на этого мужчину и произнес, линьцзян откуда у тебя так много грома инь. Неужели тебе удалось найти способ создавать их, вот только линьцзян горько улыбнулся и ответил, к сожалению нет. Некоторое время назад я отправился на поиски редких растений и нашел их в пещере на голубой звезде. Или точнее нашел скелет культиватора в пространственном кольце которого лежали эти инструменты. Вот только кем был этот человек и как там оказался мне неизвестно. Как только линьцзян сказал эти слова, джонкли мог лишь пожаловаться на свою удачу. Тем не менее как бы он не хотел убить главу клана Будда, однако окончательное решение должен был принять не он. Поэтому джонкли спросил, Тутиан, что скажешь, ты сможешь убить Джао при помощи этих артефактов? Услышав этот вопрос молодой парень улыбнулся и сказал, старейшина можете быть уверены, я обязательно разберусь с Джао. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить дядю линцзяна за это оружие. Как только прозвучали эти слова, линцзян кивнул головой и сказал, я надеюсь, что ты сможешь использовать этот гром инь, чтобы уничтожить Джао, этот парень слишком опасен и в будущем он станет огромной угрозой для всего нашего мира. Услышав это джонкли кивнул, а потом произнес, если мы позволим Джао беспрепятственно вернуться в мир машин, то потом совладать с ним будет намного сложнее. Не стоит забывать, что он вознесся всего год назад и со временем будет становиться лишь все сильнее. После этих слов никто ничего не сказал, Тутиан забрал семь черных шаров и после этого все представители мира демонов продолжили наблюдать за поединками на арене. Глава 1269, трое сильнейших, вот только никто из них даже не догадывался, что глава клана Будда прекрасно слышал весь этот разговор, и теперь гром инь не станет для него сюрпризом. Услышав рассказ Лауры и узнав, что люди из мира культиваторов хотят его убить, глава клана Будда тяжело вздохнул. Поскольку его соперники хотят первыми нанести удар, ему уж точно не следует быть уж слишком вежливым. Более того, смерть Тутиана ничего не изменит, так как мир демонов уже желает устранить его. Причина, по которой глава клана Будда ведет себя подобным образом заключалась в довольно странном открытии. Как оказалось будь то мир демонов или мир культиваторов, если секте нанес оскорбление один из новичков, то охота за ним велась лишь до определенного момента. Иными словами, если риск потерять кого-то помимо не слишком важных членов оказывался слишком велик, то попытки прямого устранения немедленно прекращались и оскорбившего оставляли в покое, до тех пор пока не появится более подходящая возможность избавиться от него. А так как глава клана Будда уже сильнее большинства обычных культиваторов, то тратить на него своих людей и ресурсы не имея каких-либо действительно значимых преимуществ от его смерти никто не станет. Стоит упомянуть, что стать истинным мастером невероятно сложная задача. Тем не менее все молодые эксперты стремятся достигнуть этого, ведь после прохождения достаточно узкого места их жизнь начинает становиться значительно лучше, перед ними открывается огромное количество дверей, тем немногие так до конца жизни и остаются молодыми мастерами. Именно поэтому истинные мастера предпочитают не рисковать, они практически никогда не берутся за действительно опасные задания, а первых признаках проигрыша немедленно отступают, так что в полную силу подобные люди сражаются лишь в том случае если их секте угрожает смертельная опасность. Поэтому ни один из истинных мастеров не станет рисковать всем, чтобы уничтожить молодого эксперта. Более того в большинстве случаев подобные люди то и дело занимаются закрытыми тренировками и встретиться с ними могут разве что главы сект. А вот простые культиваторы не имеют ни шанса даже просто посмотреть на действительно могущественных экспертов. Зная об этом глава клана Будда мог позволить себе даже настолько высокомерное поведение. Более того как только он вернется в мир машин, культиваторы, а также демоны и вовсе потеряют последнюю возможность раз и навсегда разобраться с ним. Хотя мир машины являлся самым слабым в царстве бессмертных он все же сумел выстоять под натиском других миров. Поэтому будь то культиваторы или демоны они могли отправить по душу главы клана Будда всего лишь нескольких экспертов. Все дело в том, что в мире машин до этого момента не было своего истинного мастера, поэтому местные жители уж точно не захотят потерять главу клана Будда. Разумеется джонкли и остальные представители мира демонов тоже прекрасно это понимали и поэтому хотели во, чтобы это не стало разобраться с Джао уже сейчас. Более того они считали, что после убийства культиватора глава клана Будда потеряет бдительность и справиться с ним будет намного проще. Тем временем культиваторы все еще продолжали сражаться друг с другом. Вот только особого усердия они не проявляли так как секты уже давным-давно распределили рейтинговые места, поэтому поединки завершались довольно быстро. Разумеется, что даже в этом случае со времени начала третьего тура соревнований прошло довольно много времени, поэтому глава клана Будда ожидал, что судьи дадут им небольшой перерыв, чтобы немного отдохнуть. Вот только ничего подобного так и не произошло. В соревновании участвовало лишь 24 человека, иными словами 12 поединков. На этот раз соперником Джао стал весьма известный мастером из мира культиваторов. Он и в самом деле являлся довольно могущественным экспертом, но благодаря своей универсальности глава клана Будда все же сумел выйти победителем из этого противостояния. Тутиан также сумел войти в 12 лучших, его оппонентом оказался один из десятки лучших культиваторов – Циньчжан. Последний в основном ориентировался исключительно на элемент огня, однако ему так и не удалось одержать верх. На самом деле Циньчжан практически ничем не уступал Тутиану, просто представитель мира демонов в дополнение к трем предыдущим артефактам использовал два еще более продвинутых сокровища, а именно крюк озлобленного призрака и алибарду Якши, не имея возможности противопоставить им, что настолько же могущественное Циньчжану пришлось признать поражение. В этом не было ничего удивительного. В конце концов Тутиана поддерживал весь мир демонов, а его соперник являлся лишь одним из сотни. Поэтому по вполне понятным причинам в его распоряжении не имелось действительно мощных артефактов. После определения 12 сильнейших, следующим шагом стал выбор шести лучших из лучших. На этот раз соперником главы клана Будда стал Ешуйхан, который также являлся одним из десятки самых сильных новичков мира культиваторов. Тем не менее все это весьма сильно удивило главу клана Будда. С одной стороны он постоянно сражался с действительно сильными соперниками, а с другой все они являлись представителями мира культиваторов, так что Чжао никак не мог понять влияет ли кто-то на жеребьевку или ему попросту не везет. Что же касается поединка, то, естественно, Чжао не стал проявлять излишнюю вежливость и хотя-хотя Ешуйхан сделал все возможные, но глава клана Будда все-таки оказался сильнее. К счастью культиватор не стал применять вредящие ему самому мощные атаки, так что Чжао не стал обрывать его жизнь. Разумеется, все присутствующие культиваторы просто не могли этого не заметить. Безусловно все это вызывало массу вопросом, а также некоторые сомнения. Что же касается Тутиана, то он также сумел одолеть своего противника. На этот раз он использовал те же артефакты, что и в прошлый раз, но в дополнение к ним применял и различные талисманы. Чжао прекрасно знал, что парни из мира демонов готовятся разобраться с ним. Поэтому ему и в самом деле стоило вести себя более осторожно. Он верил, что Тутиан пойдет до самого конца и воспользуется громом им. Глава клана Будда прекрасно осознавал, что в мире демонов конкуренция между экспертами намного выше, чем в мире культиваторов, ведь в их мире количество ресурсов намного меньше и естественно борьба за них намного жестче. Так если в мире культиваторов хоть и правил закон силы, но все же у местных экспертов имелись определенные моральные нормы и все, кто заходил за них рано или поздно становились изгоями. А вот в мире демонов о том, что такой мораль уже давным-давно все позабыли. Поэтому жители этого мира шли на любые, даже самые мерзкие поступки, чтобы стать сильнее или попросту выжить. Кто такой Чжао? Он самый известный новичок в царстве бессмертных. Естественно подобный статус вызывал ревность в сердцах многих экспертов, поэтому тот, кто сумеет убить главу клана Будда, безусловно, сможет прославиться. Тутиан уже являлся очень известным экспертом мира демонов, но у него также имелось очень много конкурентов, поэтому если он потерпит поражение от Чжао, то его репутация получит огромный удар. Так что Тутиан действительно стремился убить главу клана Будда. Разумеется после этого он не только прославится на весь мир демонов.